Астраханский залом или царская селедка. Сегодня этот сорт крупный жирный сельдень, некогда вылавливаемый, в астраханском крае десятками тысяч тонн, помнят, пожалуй, только старожилы. На стол потребителя попадает лишь приблизительное подобие этого деликатеса, и то в очень ограниченном количестве. Не лучше обстоят дела с добычей анчоусной кильки. И хотя промысловая килька совсем не исчезла с прилавков магазинов, ее поголовье несколько лет назад снизилось в разы. В чем причина? За разъяснением мы отправились к ученым. Все подробности вы узнаете в нашей постоянной рубрике «Тема дня». Промысел анчоусной кильки на Каспии ведется с первой четверти прошлого столетия. Но наиболее успешно ее стали добывать в середине 20 века с освоением лова на электросвет. В 70-е годы добыча анчоусной кильки составляла 440 тысяч тонн в год, так что к началу третьего тысячелетия это был вполне стабильный промышленный промысел, позволяющий добывать в сутки около 30 тонн этого вида рыбы. Но внезапно в 2001 году произошла массовая гибель Каспийской кильки. Все практически Каспийское море было усеяно дохлой килькой. Гибель проходила в течение всего года. То, что осталось, осталась очень маленькая часть. Почему в Каспийском море в одночасье погибла практически вся анчоусная килька, ученые не могли понять более 10 лет. Лишь после кропотливой работы нескольких исследовательских экспедиций стала ясна причина – сейсмическая активность восточной части Южного Каспия. «Произошел выброс, запредельный, я бы сказал, выброс токсичных газов, от которых и погибла значительная часть запаса килек. Смертность единственной была асфикцией, удушения. Она задохнулась. А потом уже определились, что это большой выброс серого водорода». Массовая гибель кильки повлекла за собой резкий всплеск численности медуза Мнимиопсис, которая была завезена промысловыми судами с подсланиевыми водами с Черного моря. Пока кильки было много, она подавляла хищную медузу. После катастрофы природное равновесие было нарушено, и медуза ускоренными темпами стала поедать икру и личинки рыб. «Размножение кильки значительно ухудшилось. Условия размножения, эффективность выклева или формирования новых поколений снизилась. И, естественно, если пополнение снижается, то запас будет снижаться. Вот это вот и произошло. И если раньше у нас запас килек был около двух миллионов тонн, то в настоящее время он резко снизился и составляет где-то около 400 тысяч тонн». Ученые утверждают, справиться с Мнимиопсисом можно, но для этого нужны совместные усилия всех прикаспийских государств. Тогда можно говорить и о восстановлении поголовья анчоусной кильки, на которой потребуется не менее 10 лет. А пока вместо анчоусной кильки промысловым видом может стать килька обыкновенная. «В настоящее время значительные концентрации кильки формируются в российской части Среднего Каспия, то есть совершенно рядом, под боком. И существуют все предпосылки для успешного развития промысла этого вида рыбы». А вот промысел каспийской сельди пришел в упадок по вине человека и, как ни странно, из благих побуждений. Запрет на лов осетровых сетями повлек за собой упадок прибрежной добычи сельди. «Селедка есть, но мы ее просто-напросто не ловим.